здравствуйте с вами николай пивненко и эта программа дата 11 января на календаре в россии сегодня отмечается день заповедников и национальных парков а вся планета отмечает к тому же всемирный день больного учрежден он в девяносто втором году прошлого столетия папой иоанном павловом вторым и хотя дата придумано католиками думаю лишней она в нашей с вами жизни точно не будет ведь все мы болеем иногда это просто простуда это хочется какого-то особого участия в этом окружающих ну а если вы сейчас больны то скорейшего вам выздоровления у родившихся 11 января 1895 год в этот мир приходит джон эдгар гувер человек который стал главой бюро расследований позже фбр и выстроил невероятную карьеру на столь сложном пост он успешно пережил и великую американскую депрессию вторую мировую и холодные войны корейские вьетнамские события при этом его по-прежнему считают самым противоречивым руководителем тайных спецслужб двадцатого века 1930 год рождается валя котик юный партизан великой отечественной войны пионер герой советского союза он погиб в бою многие из нас до сих пор помнят те времена когда портреты пионеров-героев висели в каждой школе впрочем сегодня они тоже кое-где висят но немногие до сих пор могут осознать каково это будучи ребенком совершить настоящий подвиг события этого дня 1698 год великое посольство во главе с петром первым прибывает в лондон царь посещает гримническую обсерваторию монетный двор оксфордский университет и английское королевское научное общество он поражен увиденным и мечтает мягко говоря подтянуть свое отечество до развития ведущих стран того запада 1700 год в россии место византийского календаря введен юлианский после 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 начало года переносят на 1 января вот интересно как бы мы восприняли что-то подобное сегодня ну например перенос нового года на 1 марта ведь было и такое в нашей истории 1834 год александр пушкин пожалован в камеры юнкеры свое время николай первый установил квоту в 12 камергеров и 36 камер юнкеров это новое придворное звание пушкин со времени прихода на службу в коллегию министерства иностранных дел по окончании лицея и до момента увольнения имел чин десятого разряда коллегского секретаря через пять лет он был возвращен на госслужбу и уже через три недели повышен до чины титулярного советника 1940 год в ленинграде на сцене театра опера и балета имени кирова сегодня это мариинский театр проходит премьера балета сергея прокофьева ромео и джульетта не танцевальный как его тогда называли чиновники от искусства балет пять лет откладывают и запрещают ну а сегодня его ставят на самых известных театральных сценах мира отдельные произведения из него звучат на концертах классической музыки 1960 год принято постановление совета министров ссср о создании первого центра подготовки космонавтов сейчас это российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени юрия гагарина кстати городском люберецком ремесленном училище номер 10 круглый отличник и спортсмен юра гагарин учился на формовщика-летейщика а в 1969 году учебному заведению было присвоено имя первооткрывателя космоса 1963 в лос-анджелесе 11 января открылась первая дискотека которая называлась ого-го виски гоу-гоу отсюда вышли многие мегазвезды к примеру регулярно выступала группа doors а самое главное танцевали девушки google увидев такое советский человек в то время мог бы просто потерять сознание поэтому наши дисковечера должны были проходить под музыку советских исполнителей ну а что касается американского первенца то клуб стал одним из криминальных центров лос-анджелеса но именно сюда всегда буквально прибегали туристы потанцевать и поразвлечься 1989 год представители 149 стран ставят свои подписи под декларации о запрещении использования ядовитых газов химического и бактериологического оружия а в 1994 году начинает работу новый парламент россии федеральное собрание российской федерации он избран 12 декабря 1993 и состоит из двух палат верхней совета федерации и нижней государственной думы рекорды этого дня 1974 киптауне и усию розенковиц рождается шестеро близнецов и это происходит впервые все дети выживают 1984 количество проданных пластинок альбома майкла джексона триллер превышает 10 миллионов побивая прежний абсолютный рекорд того времени но еще одно событие англия 1569 год королева елизавета 1 открывает розыгрыш призов первой в мире государственной лотереи ее организовали для сбора средств на ремонт порта фортификации и других сооружений общественного пользования было напечатано 400 тысяч билетов по 10 чиллингов их могли купить даже бедняки просто вскладчину призы были не только денежными но и материальными ковры и сервизы покрывала из льна и прочее как сказали бы сегодня ширпотреб всех их заранее выставили для обозрения в магазине мистера дэрика королевского ювелира розыгрыш проводился специально построенном здании и продолжался круглосуточно до 6 мая полгода сегодня конечно лотерею чаще всего играют игроманы уж извините за тавтологию но ведь согласитесь в каждого из нас иногда вселяется этот авантюризм игрока и это вечно вдруг но я например давлю в себе эти желания вы думаете зря с вами был николай пивненко в проекте дата